Здравствуйте, мои дорогие молодые друзья! С вами, как водится, дед Артём, программа «Всё как есть». Буквально два дня тому назад был день рождения Виктора Робертовича Цоя. 21 июня 1962 года он появился на свет, то есть ему исполнилось 56 лет. В этой связи я там и концерты посещал, концерты проводил, много всякой киношной музыки слушал. И в частности пообщался с Алексеем Рыбиным, сооснователем группы кино, которая, как вы, может быть, знаете, поначалу была дуэтом. Первые два с половиной года своего существования кино равнялось Цой плюс Рыба. Рыба сейчас успешный сценарист, а также кинорежиссер. Снял фильм про Украину, кстати, про войну на Домбассе под названием «Скоро всё кончится». Фильм я ещё не успел посмотреть, но думаю, что хороший. Ну и поговорили мы с ним о том, о сём. В частности, о его предстоящем фильме, который так и будет называться Цой. Ну, на связи, что посмотрел я сценарий, пришёл к определённому выводу. О фильме «Лето» я вам уже говорил, что я считаю, что это очень симпатичный, развлекательный фильм. Это такая музыкальная, ну не то чтобы мускомедия, но, скажем так, романтическая музыкальная история, мюзикл в стиле американского фильма, скажем, «Ла-ла-ленд». Как биографическая картина она никак не годится, к сожалению, хотя, в общем-то, такая цель перед ней и не ставилась. Фильм «Рыбина Цой» будет прямо противоположный, то есть там лето, здесь у нас будет зима. Фильм о том, как всё было на самом деле. То есть это пьянство, это драки, это менты, это всяческая грязь, это преследование. В общем, это крайне неказистая жизнь в Советском Союзе в начале 80-х годов. Никакой романтики, судя по сценарию, по крайней мере, там и в помине не будет. Я надеюсь, что «Рыба» снимет этот фильм и снимет его так, как хочет. Понравится ли он зрителям? Большой вопрос. Я так думаю, что фильм «Лето» не понравится поклонникам группы кино. Просто потому, что этот фильм, в общем-то, и не про Цой, и не про кино, а фантазии на тему. Думаю, что фильм «Цой» или же «Зима», как мы его только что обозвали, думаю, что он тоже многим не понравится, потому что в первом случае всё неправда, а во втором случае всё правда. А Цой – это неправда. Цой – это миф. Людям нравится то, что соответствует мифу. Соответствует мифу, наверное, фильм «Игла». Вот там вот Цой как бы такой, каким его любят видеть. То есть одинокий герой, такой борец за справедливость, весь в чёрном, рыцарь, вошёл в дракона и поехал. В фильме Алексея Рыбина, скажем, ну вот судя по сценарию, Цой три раза получает по морде. Вот не так, как в фильме «Игла», где он там всех мочит, как Брюс Ли, а просто встречается с гопниками и получает по морде. Вот, и валится на землю, и лежит там. И вдруг видит неоновую надпись «Кино». И вот таким образом ему приходит в голову идея названия группы. То есть история на самом деле правдивая. Правдивая, но кому это нужно? Я, в принципе, считаю, что на самом деле Цой настолько хорош, что всё равно, каким вы его видите. Хотите его видеть одиноким рыцарем? Видите одиноким рыцарем. Хотите его видеть этим последним романтиком? Пожалуйста, ради бога, пусть он будет для вас романтик. Хотите видеть в нём просто весёлого парня с божьим даром писать гениальные песни? Ну вот я его, скажем так, вижу. Ну, это тоже моё право. Тем более, что, в общем-то, я его довольно-таки близко знал. Ну, и, может быть, вы слышали, но на горизонте маячит ещё один, уже третий фильм про Цоя, который собирается снимать известный режиссёр Алексей Учитель. Сценарий этого фильма тоже там всякими хитрыми способами до меня дошёл. То есть, собственно, первые два сценария я прочёл, потому что их мне прислали или просто дали из рук в руки. Этот сценарий до меня дошёл по кривой дорожке. Надо сказать, что он мне сильно не понравился. Обращаюсь через земляночное телевидение АРУ-ТВ к Лёше Учителю, который абсолютно в теме, который сделал замечательный документальный фильм «Рок», который Цоя знал. Лёш, что-то с этим сценарием надо делать. Сценарий криминальный, на мой взгляд, просто. Так что рад буду помочь. Ну, в любом случае, похоже, что Цоя в ближайшие годы мало не будет. И это правильно. Потому что хорошего человека, как известно, должно быть много.